Вчера открылся 75-й Каннский кинофестиваль с типичным блеском и гламуром, с множеством звезд на красной дорожке и вручением награды за жизненные достижения. А еще был президент Украины Владимир Зеленский, который неожиданно появился через спутниковую связь. Во время церемонии открытия фестиваля президент Украины появился на экране в своей теперь уже фирменной военной зеленой футболке и получил бурные аплодисменты толпы, собравшейся на французской ривьере. Появление Зеленского на международных мероприятиях, не пересекающихся с политикой, а также упоминание на повестке украинской темы стало уже традиционным. Сначала Грэмми с видеобращением президента Украины, потом Евровидение, где украинские победители по ходу выступления призывали к помощи стране. Теперь вот Каннский фестиваль. Украина привлекает к себе внимание везде, где в тему и не в тему, и ищет все больше и больше союзников. Что ж, как говорится, за спрос не бьют в нос. На этом пути было много важных пунктов, но все же наиболее выдающийся в 1940 году. Когда в противоположность антагонисту мир увидел на первый взгляд незаметного парня, который совсем не подходил на героя, но оказался таковым. Великий диктатор Чарли Чаплина не уничтожил тогда реального диктатора, но благодаря ему кинематограф не является немым. Немым во всех смыслах этого слова. Кино говорило, и это был голос будущей победы свободы. «Уже тогда, в 1940 году, когда на экране прозвучало «Ненависть людей пройдет, а диктаторы умрут, и власть, которую они забрали у людей, вернется к людям, и пока люди умирают, свобода никогда не погибнет», – заявил Зеленский в своем видеообращении. Зеленскому умело удалось связать тему политики и кино. В последнем он профессионал, провел тонкие аналогии, призвал новое поколение кинематографистов противостоять диктаторам, как когда-то Чарли Чаплин высмеивал Адольфа Гитлера. Ну и по традиции в этом году фестиваль запретил приезжать российской делегации, хоть как-то связанное с правительством. Предсказуемо. Пишите свое мнение и подписывайтесь на канал. Впереди много новых новостей.